Добровольцы приехали со всего Краснодарского края. От каждого района развернут свой оперативный штаб. Их посетил губернатор края Александр Ткачев, поблагодарил тех, кто пришел на помощь пострадавшим. Спасибо большое. Вы приехали в самую трудную минуту и в самый важный момент. На помощь идут все, от местных чиновников до обычных волонтеров. За каждым районом закрепили отдельные территории. С самого утра людям помогали разбирать завалы, выносить мусор из дворов и откачивать воду. Губернатор Александр Ткачев также проконтролировал ход восстановительных работ в поселке Ясенская переправа. Он одним из первых принял на себя удар стихии. Глава региона с местными жителями осмотрел пострадавшие дома и дворы. В поселке вовсю убирают мусор и нанесенную волнами грязь. На помощь людям стянули спасатели из нескольких районов края. Также там работает оперативный штаб Каневского района. В поселковом доме культуры Александр Ткачев пообщался с местными жителями. Как говорят сами люди, стресс от случившегося уже проходит. И надо думать, как приводить свое жилье в порядок. У меня муж находится в больнице в тяжелом состоянии. Кто мне привезет вот этот материал, который я бы сама бы потихоньку что-то делал? Там, где у нас пожилые люди живут, которые не могут сами себе обеспечить ремонтом и так далее. Мы организуем на уровне глав поселений небольшие строительные бригады, которые будут именно оказывать помощь тем, кто не в состоянии это сделать. Это ремонтировать, естественно, за ваши деньги, которые вы получите в результате компенсации. Масштабы последствий нагонной волны хорошо видно сверху. Александр Ткачев облетел территорию, на которой обрушилась стихия. По затопленным участкам видно, как ветер гнал волны. Уже на земле в хуторе Садки в Приморско-Ахтарском районе губернатор пообщался с пострадавшими. Осмотрел внутри дома, еще раз успокоил людей и заверил, что все пострадавшие от стихии получат компенсацию. Если дом Саманы, как вот этот дом, который уже разрушен, он в основном не подлежит, значит, этой семье будет выделен сертификат. То есть он будет оплачен деньгами, естественно, и эта семья получит новую квартиру. Исходя из 18 метров квадратных на человека, вот сколько прописано здесь, два человека получат 36 метров. Если вода была, так сказать, примерно с метра, да, и мы понимаем, что вся мебель, естественно, была под водой, то каждый член семьи прописанный, это очень важно, да, кто прописан, зарисованный, получит по 100 тысяч рублей, каждый. Плюс 50 из края, плюс еще по 10, это разовая, одновременная помощь. Огромное вам спасибо, что вы в такую вот трудную минуту приехали, поддержали нас. Поддержали. Спасибо вам большое. В садках пострадало 260 домов, у некоторых сорвало крыши, часть дворов подтоплены. На данный момент в Ейском и Приморско-Ахтарском районах людям помогают больше 2000 добровольцев, и они продолжают приезжать, чтобы разбирать завалы. В этом им помогают 300 единиц спецтехники. Оперативные штабы от муниципалитетов будут работать до тех пор, пока люди нуждаются в помощи и не смогут самостоятельно устранять последствия удара стихии. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ.